Россиянам захотели простить долги за ЖКХ. Задолженность за коммуналку с истекшим сроком исковой давности предложили признать безнадежной взысканию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, как отмечается в пояснительной записке, исковой срок в российской судебной практике три года. Однако управляющие компании продолжают требовать задолженность и после этого срока. Новые поправки должны лишить их такой возможности. После запрета на авиарейсы стоимость перелета в Грузию выросла. Спрос на билеты в эту страну из российских городов сократился вдвое после запрета. При этом минимальная стоимость перелета с пересадкой оказалась на треть выше, чем на прямых рейсах показала исследование одного из сервисов путешествия. Ранее сообщалось, что у самостоятельных туристов Грузия одно из самых популярных направлений покупки авиабилетов в летний сезон. А в 2019-м у многих онлайн-тревел-агентство она заняла первое место по объему продаж билетов. Сейчас же туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. И информация для молодых родителей. Возможно, следующей весной они смогут посетить со своими чадами новый зоопарк в Перми. По крайней мере, если верить строителям, объект почти готов к новоселью. Сейчас там заканчивают обустройство коммуникаций и после этого будут проведены работы по благоустройству. Часть корпусов уже готова, стоимость работ почти 2 миллиарда рублей. Напомним, перенести единственный в крае зоопарк планировалось с 60-х годов прошлого века, но проект был приостановлен из-за нехватки средств. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.